Соединённые Штаты огромная и уникальная страна по-своему, но 300 с небольшим лет она превратилась в всего-то. По нашим меркам это совсем мало, но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву. Это очевидный факт, и мы знаем и выдающихся американских политиков, мы знаем выдающихся американских бизнесменов, деятелей культуры. Это всё непреложная вещь. Мы были союзниками с вами в двух мировых войнах, в борьбе с нацизмом, с фашизмом. Что произошло в последнее время? Мы знаем, после войны, после союзничества Соединённые Штаты и Советский Союз начали делить мир, успешно его поделили. И на этом балансе силы построили международные отношения и создали современную систему международного права. Потом Советский Союз прекратил своё существование. По ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться, это прежде всего, конечно, внутренние причины, но осталась одна супердержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство? Вот в этом вопрос. Я считаю, что Соединённые Штаты не справились с этим грузом ответственности, который оказалось на их плечах. Они создали монополию и стали её укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты. Но укрепляя вот эту свою монополию, они очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится. И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление вот такому складывающемуся миропорядку. А все увидели, очень многие во всяком случае. Кстати говоря, в том числе и ваши союзники. Они только помалкивают, боятся лишнее слово сказать, потому что зависимость большая в сфере экономики, в средствах массовой информации, там, ну, очень много элементов зависимости. Но поверьте мне, я знаю, о чём говорю. Даже и союзникам это всё не очень нравится. Ну, так вот. И начались проблемы и сбои. Но сначала правящие элиты Соединенных Штатов решили, что поскольку они теперь имеют монополию на власти в мире, то прежняя система международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, им уже не нужна. Она не устраивает. Потому что баланс в мире изменился. Вот и всё. И надо под себя уже начать перестраивать и международный правовой порядок. Но когда выяснилось, что не всем это нравится, ну, я что имею в виду? Ну, события в Ираке, допустим. Всё же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН в той же Сирии, ну, в Югославии бывшей. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Не было. Но вот Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Что происходило в той же Югославии? Мне мои коллеги неоднократно говорили, ну да, мы делали это без решения Совета Безопасности. Но там же война шла столько лет, 8 лет кровопролития, надо было что-то делать. А когда Россия начала защищать своих людей на Донбассе, где тоже шла война и истребление мирных граждан, детей, женщин, стариков, почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причём не где-то за тысячи километров от своих национальных гаранис, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. Не хочу сейчас вдаваться в детали. Хочу сказать только о том, что вот если понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основу.